дайте мне группачку самых дешевых сигарет дымогенератор работы услышать конечно ровнее ровнее стал работать мотор и уже с ним свечку мы уворачиваем ее посадочное место все держится плотно все здесь вот подогналось домик уже шатается так ребятки ребятки все приболели видать не судьба не судьба лачуги достроиться чё по факту сделал парогенератор покажу сейчас опрессовываем систему смотрим где подсос воздуха потому что холостые обороты плавают плавают двигатели работать неровно на холостых оборотах надо искать выявлять заходил сейчас в красный белая дайте мне группачку самых дешевых сигарет зайти вот хоть стреляй надо одну сигарету вот сюда вот чтоб дымогенератор сделать долго до стояли смотрели на мне что-то мыши девчонки игра ну может по штучной есть говорит дайте мне хоть ну мне надо одну штуку одну си вот по 2 горит 30 рублей сигарелы какие-то с ароматом ванили корсар сейчас мы запалим а спичек то у меня нет а спичек то у меня нет есть горелка а ее тоже как бы не не купил зажигалку ну ладно несу сейчас мы как-нибудь найдем отчет поджечься зажечься прикурить прикуриватель работает у нас ну все собираем систему подключаем и пробуем ребят нашел спички какие-то в общем поджег сигарету смотрите это два соска в без камерку вставлены в крышку к одному к одному концу он золотником совсем с клапаном подключен насос там я все выкрутил то есть здесь прямой проход и вот этот шланг у нас с прямого прохода приходит вот в дроссель сюда в центральный штуцер сейчас мы будем потихоньку нагнетать давление в банку крышку я одену и дым должен как бы проходить здесь и у нас задымится место которые которые не герметично ребятки герметично все это в интернете посмотрел давайте посмотрим теперь как это на практике да как там говорится то я конор и четко там я проверю как это работает вы поправьте метал так ребятки пробуем вот так чуть-чуть ну-ка вот еще пока у нас ничего никуда да давайте еще пробовать не видно ничего не видно откуда чего тут чуть непонятно ребят дроссель наверно приоткрыть до что потом потому что смотрите дымогенератор работы чё-то чё-то не понятно откуда там чего ну давайте вот еще разучка а дроссель в принципе ни к чему открывать там через канал должны все проходить вот есть откуда дымог надо вот искать ребят нашел нашел я вот вот штуцер видите показать то вот из него не знаю что здесь должно быть надето сейчас я вам покажу вот видите как дымит а в принципе больше нигде ничего не нашел надо сказать что за штуцер но вообще даже от от того что я его заглушу чем-нибудь хуже не станет должно быть только лучше ну может какой-нибудь обратный клапан но больше как бы я нигде ничего не нашел только вот он дымит надо его перекрывать начал каким-нибудь шланчиком заглушки с болтиком дай надо подумать сейчас будет вот так вот нашел пневмо шланг пневмо магистраль кусочек черненький она как раз на него налезла ничего не надо думаю не хомут ничего искать здесь с этой стороны болт вкрутил вот настолько в идеаль конечно надо было перегнуть шланг и стяжкой затянуть что-то стяжку не нашел давайте сначала так попробуем если хоть какой-то результат будет можно будет возрадоваться не так 81 градус ребят машинка в общем оборота плавают но не так как раньше 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 они прям чуть не глухо бывало машину вот смотрите 840 сейчас а где они плавают мне кажется они вот в своем интервале ты работают вот и все ну-ка ну слушайте конечно ровнее ровнее стал работать мотор есть какое-то колыхание но я думаю смотрите даже рычаги ничего особо не вот этого не происходит с ними поездим посмотрим что как будет в общем-то нормально нормально но время покажет да сейчас нам надо еще будет одно деле делишка тут сделать с машинкой пришли вертыши вертыш нам надо выкрутить с первого цилиндра свечку она свертышем и воткнуть свертышем нормально свечу новую принципе все пока по машине все и надо что-то со стоплением делать все пришло все надо собирать дни гоже смотрите гоже все а куда этот патрубок идет это этот штуцер точно не могу стать возможно куда-нибудь на абсорбер либо надо смотреть ребят в комментариях напишите если они успеют все дело сам найти то все равно напишите может быть найдут и неправильно так старая свеча с вертышем смотрите вот новая ребят вертыш ставит когда резьба уже в голове там уже не вкрутить свечку свечка бывает выстреливать начинает знаете меня так на газели рабочий был запускаешь мотор там 402 был бух под капот выстреливает и в общем ничего я так понимаю что там токарь нам делал нарезают резьбу нарезать резьбу до под больший диаметр и все и вот такой вот латунный вертыш вот так на свечку раз и уже с ним свечку мы ворачиваем ее посадочное место вот сюда ну ка дай бог если все получится ну ка да да все заворачивается новая свечка будет все три поменяны а вот еще одна будет новая как не плотно там она вкрутилась так ребят что мы имеем 6 секционный биометаллический радиатор муфта монтажные соединительные на дюйм наверное да такая вот футерка есть такая футерка будет надеваться на глушитель на патрубу глушителя две заглушки левые правые должны быть вот сюда и сюда заглушки сюда пойдет через вот эту муфту и футерку выхлоп и сюда у нас идет что правильно ребят вот такая вот дюймовая труба здесь есть резьба почищу использую как как пешня лед долбил почищу и съезжу или может быть с этой стороны в общем надо будет нарезать нам резьбу с вами чтобы она вкрутилась сюда и получится что получится что получится эта труба уйдет у нас на улицу здесь будет радиатор 6 секционный и вот здесь аккуратно надо я сделал что-нибудь такое поставится автономка здесь наверное будут какие-то кронштейны поставится автономка выхлоп в радиатор радиатор еще забирает тепло от выхлопа получается как экономайзер наверное да называется и уже остаток у нас уходит в трубу не такой горячий по одноклоном надо чуть сделать что конденсат стекал хотя насчетом конденсат уже переполнится вообще говорят засирается до осирается котел камер сгорания в автономах вот без этого но она максималки все это дело будет выкидывать ребят вот по автодомам судя котел засирается не только из-за этого котел может быть просто неправильно неправильная смесь то есть вы в горах часто бываете до воздуха мало смесь богатые постоянно вот вам все дым и котел засирается как бы над себя регулировать или например вы где-нибудь там в горах добавили воздуха спустились уже забылись давно катаетесь тут вообще автономка смолоть это еще смесь бедные получается и сеточка может прогорать я так думаю посмотрим что надо как-то сейчас собирать есть герметик жиропрочный печное все как положено вот можно ли с ним работать в плюс пять плюс шесть почти в гараже надо сейчас почитать работу рекомендуется проводить при температуре от плюс пяти до плюс 35 температура герметики должна составлять плюс 20 плюс 25 в общем надо нести систему всю домой и дома собирать потому что можно можно плюс 5 и выше собирать здесь все это хозяйство но его надо прогреть его надо прогреть и всего скорее мне дом надо будет вот это всю канитель собрать и уже прийти просто-напросто установить на автономку уже будет выхлоп так что как-то так как-то так ребята как-то так чего у нас немного заряжается аккумулятор пока я тут поменял еще хомуты который прокручивается тоже покой что это поменять все ездить крокодильчик хотя это не крокодил наверно до крокодил петербург чего у нас тут есть а у нас есть тоже домой надо забрать пистолет для герметика сегодня футбол в руках тащить это все хозяйство а потом через два часа футбол да ладно а ребят сейчас еще чем покажу нашел постукивать замучила с левой стороны вот это правая сторона домик да смотрите даже домкратник еще целый профиль все тут отлично просто отлично нормально думаю может быть втулки вот в реактивных тягах разбил и еще очень нибудь пойдем тема страшную весь с той стороны ребят смотрите смотрите что здесь происходит здесь вот это дело прогнило и надо будет вариться домик уже шатается ну конечно еще там держится надо к сварщикам знающим чтобы они наверно как-то это обварили часть здесь вот прям ставка мне кажется уже вставлено было вот это фиг знает а то мост мы потеряем сторону я думаю надо будет смотреть как-то в целом все нормально где двадцатилетнего автомобиля но вот есть моменты которые с которыми надо потрудиться повозиться да ладно сварщики знают просто зима машину лучше всегда делать летом потому что зимой это все дело блин холодно сыро грязно а летом больно гошь а летом не хочется дать летом некогда так ребятки ребятки чё в общем к чему собираюсь и живу дома этот радиатор герметиком мажем этим кучным верхнюю часть я уже собрал там такая сначала думаю блин на такие переходки если эта штука закручивается здесь же левая резьба она закручивается в эту сторону я себе печь стояла при заходе в гараж налево то тогда бы вот здесь бы надо было левую резьбу то есть вот здесь вот труба слева либо должна была быть и заглушка с левой резьбой заглушка с правой резьбой ну все бы обошлось без вот этих вот переходок адаптеров муфт просто надо было бы на трубу нарезать левую резьбу вот сюда так как мы заходим и справа все получается то через вот так вот все держится плотно все здесь вот подогналось герметиком желательно здесь тоже еще промазать давайте вы здесь сейчас закрутим с левой резьбой заглушку аккуратно ну и лишний герметику берем попозже как застынет здесь по моему гайка кстати на 28 я взял на 30 головку думаю что подойдет левая резьба до а левую резьбу мы не сможем никак закрутить трещоткой здесь же не вода я же не вода система не вот будет как давить под давлением да все это дело будет происходить здесь обычный выхлоп будет заходить сюда и уходить вы здесь через трубу все даже если где-то будет чуть-чуть подсекать то дизель как бы это не бензин и знаете по по опыту в дырсу когда камаза стоит в гаражах боксах там прогреваются заходит что вроде дым ну нет такого что прям дышать нечем а попробуйте заведите машину старую да вот как него евро ноль там не знаю что без катализаторов без всего в гараже минуты все дышат просто нечем страх солярка все-таки она не так не такая едкой как бензин начал дальше закручена закручена и здесь все делаем по аналогии вот пробочка ну и все а завтра мы нарежем безбунную трубу и все завернем и будем пробовать как-то так ребята как-то так вроде жоба вроде все ништя